Своим Духом воспринимайте это. Все посмотрите на меня. Бог любит тебя. А теперь время некоторое, подумайте об этом. Знает ли Он все ваши ошибки, пороки? Знает ли Он все то, чего вы не сделали? Бог любит тебя. Веришь ли ты в это? Это очень важно, если мы хотим слышать голос Бога. Нам нужно понимать, что Бог стоит за нас. Поэтому Церковь должна стать самым безопасным местом на Земле. То есть, Церковь, вы приходите туда, и она должна быть больше похожа на небеса. Церковь должна отличаться от мира. Потому что люди не могут изменяться, если они не чувствуют себя в безопасности. Овцы не кушают, если есть опасность. Если овцы боятся чего-то на пастбище, то они никогда не будут кушать. Они не будут пастись. Они будут постоянно оглядываться по сторонам. Поэтому Церковь должна быть безопасным местом. Это означает, что нет сплетни. Мы не говорили друг от друга негативно. Никто не будет себя чувствовать в безопасности. И никто не будет расти. Что еще могу добавить? Вы лучше пойдите в бар. По моему мнению. Напейтесь. Идите и переспите не со своим мужем или женой. Чем быть в церкви и говорить плохо о людях. Я имею в виду это серьезно. Бог будет с вами разбираться. Кроме того, я обещаю вам. Могу дать вам обещание. Потому что Библия так говорит. Библия говорит, тот, кто разрушает церковь, Того сам Бог уничтожит. Это в Коринфянам. Кто разрушает тело, Того Бог разрушит. Если вы ходите и своим языком только разрушаете других людей, разрушаете их духовное состояние, то вы подпадаете под суд. И не ожидаете получить благословение. Этого не произойдет. Потому что Бог будет вам противиться. И Бог будет с вами разбираться. И если вы не покаетесь, то в конечном итоге Бог вас сам удалит. Это истина. И Иешуа созидает тело. И кто же мы такие, чтобы нам уничтожать тело, разрушать тело? Мы должны любить людей. Нам заповедано, нам приказано. Это не выбор. Можете или вы не можете. Нам заповедано, это приказано. Это так? Это ясно? Иешуа сказал, любите друг друга. Поэтому мы, как лидеры, должны создать такую атмосферу, где люди принимают любовь и любимы. И если я духовный лидер, и я вижу сплетни, то мне нужно это исправлять. Не только с позиции той, что я учу, но также лично. Потому что, если вы позволите этому произойти, вы угасите Дух Святой, и в конечном итоге вы будете бороться против Бога. Все равно, сколько молитвенных служений вы посещаете, все равно, сколько семинаров вы организуете. Если вы с этим не разберетесь, то оно никуда не исчезнет. И такая проблема в большинстве церквей. Духовные лидеры не хотят разбираться с подобными проблемами. И мир ожидает, что церковь будет другой. Я не думаю, что мир смотрит на нас и думает, вот, это должны быть идеальные люди, они все должны вообще хорошо, совершенно делать. Я знаю, что некоторые так думают. Но если бы мы любили друг друга, и помогали друг другу проходить через наши ошибки, то тогда мир бы поверил. Ишуа так сказал. Ишуа сказал, если вы любите друг друга, то мир поверит. Если мир вокруг нас не верит, и вообще на них никакого влияния нет. Если грешники не приходят в церковь, чья это проблема? Игорь может написать песню по этому поводу. Все можете спеть эту песню, я проблема, я проблема. Понимаете, о чем я? Иначе, другими словами, мы просто притворяемся. И мы говорим друг другу, насколько мы духовные. Вы видите, насколько это все просто. Это так просто. Мы должны любить друг друга. Но вы не можете любить друг друга, если вы не верите в то, что Бог любит тебя. Знаете, почему многие люди не любят друг друга? Они не верят, что Бог их любит. Понимаете? Понимаете? Если вы осознаете, насколько Бог милостив, то будет намного легче быть милостивым. Если вы осознаете, насколько Бог добр, то вы также будете намного добрее, и это будет легко. Если вы думаете, что Бог себя отвратительно ведет, так же само вы будете себя вести. Нет ничего хуже, чем такой противный пастор. Я встречал парочку. Потому мы ответственны за духовную атмосферу, которую мы создаем. Я этого не планирую, но хочу добавить. Три пути, или три верования наши о Боге. Это в сфере нашего исполнения. В сфере обвинения. И стыда. Исполнение. Обвинение и стыд. Исполнение. Верите ли вы, что Бог любит вас? В зависимости от того, насколько хорошо вы справляетесь с чем-то. Подумайте сначала. Что вы думаете, Бог будет вас больше любить, если вы прочитали Библию утром? Если вообще вы Библию не открывали на этой неделе? И видите ли вы, что в своем уме мы начинаем различные стандарты возводить, духовные такие галочки, где мы можем вставить себе. И обычно все, что в этом списке находится, очень хорошее. Это хорошо для нас, и мы это должны делать. А как насчет того дня, когда вы не сделали? Раньше я понял, как дьявол действует в этой сфере. Когда я был в библейской школе, я узнал о посте. Поэтому я начал поститься один раз в неделю. И часто я еще постился три дня, пять дней. Потому что я хотел искать Бога и слышать Его. И каждый день я читал Библию. В таком темпе чтение Библии, что она бы за год у меня была прочитана. Кто из вас читал Библию за год? Делали такое? Это трудно. И знаете ли, что если вы опаздываете на два-три дня, и такое ощущение, что нужно читать еще сорок страниц за день. И затем у вас появляется чувство вины, потому что вы отстаете. И если вы невнимательны, у вас появится такое ощущение, что Бог вас одобряет или не одобряет, в зависимости от того, как ваш список. Все там галочки поставлены. И откуда этот список приходит? От мамы, от папы. Школа. Другие люди. Супруг, супруга. У нас есть такой список проверивших в отношении всех людей. Они мне сегодня улыбнулись. Надо поставить галочку. И мы проходим через наш список. И если люди не сделали так, как мы ожидали, то у нас вообще реакции бывают разные. Они варьируют. То есть, если он сделал так, у нас одна реакция. Если по-другому, не так, как мы ожидали, они не встретили наших ожиданий, то другая реакция. И если мои друзья отнеслись ко мне не так, как обычно, может быть, мне стоит небольшую дистанцию создать и вообще не говорить, поменьше общаться. Это такой сигнал мы посылаем им. Что-то не то с Яном сегодня. Он что-то затих сегодня, притих. Он только на свою книгу уставился, смотрит. Что я сделал? Или мой муж? Он со мной не разговаривает. Что я сделал? Поэтому мы идем через этот список. А, день рождения! Да? То есть, мы не исполнили всего на этом, проверишь на списке какого-то другого человека. И у нас вся эта группа взаимоотношений. И если мы не исполняем всех этих требований, то люди будут по-разному к вам относиться, да? Даже в мире определенные ожидания, определенные границы, которых не следует пересекать. И если вы пересечете, то люди прореагируют. И потом мы приходим к нашим взаимоотношениям с Богом, которого мы не видим. И мы получаем наш проверочный список. И вы здесь изучаете ваш проверочный список. Список требований. Нужно быть осторожными, чтобы эта ваша книжка не стала этим списком. И вы начинаете неправильно представлять себе Бога. Неправильный способ вообще. Образ Бога. И вот, все в этот список, что я вообще должен сделать. И вот на этой неделе я вот не все в этом списке исполнил, как должен был. Поэтому эмоционально вы начинаете отстраняться от Бога. Вы узнаете себя в том, что я говорю? Вы не можете строить взаимоотношения с Богом в зависимости от вашего исполнения. И запишите еще вопрос. Как я пытаюсь удовлетворить Бога путем своих дел? Как я пытаюсь удовлетворить Бога путем своих дел? И помолитесь, попросите Бога, спросите, чтобы Он вам показал. Спросите Господа. Пытаешь ли я как-то тебя удовлетворить с помощью какого-то способа? Пару секунд. Как я пытаюсь удовлетворить Бога? Можно второй вопрос записать еще. Отношусь ли я к другим людям? И мои взаимоотношения с другими людьми построены или на основании какого-то списка? С кленами моей семьи, с моим супругом, с супругой, супругой, в соответствии с таким списком требований? Кто из вас женат замужем? Поднимите руку. Высоко поднимите. Не стыдитесь, не смущайтесь. Высоко поднимите. Подумайте об этом. Говорили ли вы когда-то своему супругу, что это за список, который вы для него держите? А может, они вообще не знают. Думали ли вы об этом? Вы ожидаете от нее что-то, они вообще понятия не имеют. Знаете, что меня этому никто не учил. Поэтому для меня понадобилось первые пять лет нашей совместной жизни с женой, для того, чтобы хотя бы хоть немножко понять, о чем думает моя жена. Я думал, что она такая же самая, такая же самая, как я, но только более усовершенствованная версия и красивая версия. И у меня понятия не было никакого, что у нее другой образ мышления. Это просто запутало. Да? И нам нужно рассказывать, передавать, говорить о том, каковы наши ожидания. А затем нам нужно любить друг друга, даже если мы не исполняем всех требований в списке. Кто-то хочет расти? Перестаньте относиться к людям в зависимости от того, вспомнили ли они ваш список требований или нет. Потому что со всеми другими людьми мы так же поступаем. Ты сделал, я сделал. Мы это сделали. Они не знают, что в вашем списке, что за пункты там. И мы относимся к людям на основании наших ожиданий. И Господь хочет освободить нас от этого. И это учеба, научиться любить друг друга, приносит свободу. Звучит это, типа, ой, это так сложно. И Ишуа учит всем этим замечательным вещам. А кто вообще может это сделать? Невозможная мечта. Right? Мы можем петь об этом в церкви, и, конечно, никто не может этого сделать. Но видите, что это ложь. Когда вы начинаете применять учение Ишуа, то, что он говорил, то вы освобождаетесь, во-первых, а во-вторых, это становится легко. И прощение приносит пользу, прежде всего, вам. То есть вы становитесь свободным в своем сердце. И затем будет легко, легче прощать. Трудно только тогда, когда вы все это внутри себя держите. И когда у нас есть список требований для других людей. Но когда у меня нет никаких ожиданий от вас, и скажете, вы, я просто буду любить людей. Но они делают неправильно, поступают неправильно, а я буду любить их. Недавно был в Амстердаме. И я шел по улице, очень усталый был. И знаете, что Амстердам, там много каналов таких. И там было место, где туристы садятся на лодку, потом их возят по всему городу, показывают. А, получается, там недалеко, на таком причале, там было стуле стояло. Я устал, пошел, сел себе на стул, расслабился пару минут. И я увидел тех людей, и спрашиваю, стул свободен? Да, 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 кто-то сидит там. И я думаю, ну, где они? Я подошел к другому столику, там еще были свободные стулья. И спрашиваю, тут кто-то сидит? Да, тут занято, занято, тут сидят, тут сидят. Да тут никого, никто тут не сидит. И поэтому я начал себя очень отвратительно чувствовать. Я не чувствовал себя как Иисус. Да? Конечно, никто из вас так себя не чувствует. Ну, и только мало таких людей осталось, как я на всей планете Земля. И я пошел в другое место, оно было как бы возвышенное, ну, немножко грязное, я сел. Моя спина болела. Мои ноги, поэтому я сел. И я посмотрел на этих людей, и они пришли, это не были голландцы, это какие-то азиаты пришли. Это были мусульмане. И я начал чувствовать, ах, вы грязные мусульмане, вы все такие. Ах, вы противные. И посмотрите, что у них на голове, вообще глупо выглядит это все. И вот такие мысли все проходят у меня в голове. А с другой стороны моего мозга были такие мысли. Ну, так же неправильно думать. Это неплохие люди. Это хорошие мусульмане. Поэтому в одной стороне у вас одна мысль, в другой стороне мозга вторая мысль. И поэтому я заметил, что они взяли фотоаппарат и хотели сфотографироваться. И именно вот такая группа людей из той какой-то страны, они никогда не общаются с другими людьми. Они сами по себе остаются изолированы. И сразу же внутри себя знал, что было бы правильным в той ситуации. И это предложить свои услуги, потому что бы сфотографировать всю их группу. То есть, когда там была семейная такая группа, там дети, бабушки, тети. Они мне же не дали своего стула. Но я знал, как можно поступить правильно. Поэтому я слушаю свою злую сторону. И слушаю свою хорошую сторону. И поэтому я сказал, «Хотите, чтобы я сфотографировал вас?» И они так удивились, посмотрели на меня, потому что они знали, что они очень приветливы были ко мне. «Да, хорошо, спасибо!» Дали мне камеру. Увели, они, наверное, думали, сейчас выкинет в реку фотоаппарат. Я сфотографировал их. «О, подождите, это не очень идеальная фотография, это хочу еще попытку». И я не рассказал им об Иисусе. И они меня никогда больше не увидят. Возможно, для них это не был очень хороший опыт переживания. Но для меня это было хорошо. Понимаете? То есть, когда вы поступаете так, как Иисусе говорит, поступать, это освобождает вас. Затем вы становитесь более счастливым человеком. И становится намного легче поступать правильно. Но когда вы злые, горечны, и вы все это негативно переживаете, то очень трудно и почти невозможно принимать верные решения. Как Иисуа говорил, из всего хранимого храни свое сердце. Что входит в твое сердце? Он говорил с евреев, которые были очень concerned about «don't eat this» и «shabbat» и «this» и «that» и «all the important things you do». Иисуа говорил с очень консервативными евреями, которые соблюдали «shabbat», «kashut», «то кушает», «то не кушает». И говорил им, что не то, что человек кушает, делает их нечистыми, но то, что входит в их сердце. И если мы хотим слышать голос Бога, нам нужно разбираться со своим сердцем и чтобы сердце было в правильном положении. И тогда наше сердце будет открыто, и мы сможем услышать голос Бога. И когда я буду говорить о различных способах, как Бог говорит, это будет просто пустая трата времени, если вы не разберете со своим сердцем. Все со мной? Хорошо. Еще одна из причин, почему мы не можем слышать голос Бога, то, что мы задаем, неправильные вопросы. Мы возвратимся, получается, к три сферы. Первое – исполнение, наши дела. Второе – обвинение и шейм. Давайте теперь перейдем к обвинениям. Что-то идет неправильно, что-то неверно. И первое, что вы думаете, кто виноват. А ну, на кого нам свалить всю вину? Да? А может, не вообще на себя всю вину взять? Да нет, я лучше на тебя всю вину возложу. Некоторых из нас контролируют качество исполнения чего-то. А некоторых из нас контролируют обвинения. Поэтому мы всегда ищем на кого бы свалить всю вину за несправедливость своей жизни или же за такую предполагаемую несправедливость нашей жизни. И если вы выросли в семье, где постоянно обвиняли друг друга, тогда это повлияет на ваши отношения с Богом. Знаете, почему? Вы фокусируетесь на вине. А вместо того, чтобы просто сказать, может, вообще никто не виноват. Или же вообще, зачем мне думать, переживать, кто виноват, кто не виноват. Бог любит их, Бог любит меня. И третья сфера — это стыд. Ну, давайте, допустим, вы сделали что-то очень плохое, мерзкое. Хорошо, я скажу истину. Хорошо, я выбросил фотоаппарат в воду. Ну, нет, 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 не так было. Я чувствую себя таким виноватым. Моя собака. Я буду гравел. Вы знаете, гравел в английском? Это как... То есть, та собака, которая начинает вилять хвостом, то есть, как бы, ну, то есть, как чувство вины. Муж напился пива слишком много, приходит ночью. Он даже дверь не открывает, он рассказывает под дверью. И его хвост виляет вот так. Right? Он начинает как бы... Плохой муж, плохой муж. И он говорит, да, я знаю, я знаю. Я пойду на коврик, лягу в уголочек. В wakes up in the morning. Does my wife see me? I'll be real nice. I'm such a bad dog. Right? Shame. And for three days, everyone looks at you, no one talks to you. You're such a bad dog. And according to the sin, and depending how bad is the sin, is how many days we don't talk to you. That's the way my family was. When I was 10 years old, I got caught stealing money from my mother's purse. See, some of you already looking at me like, bad dog. I can see it on your face. And he's teaching us. And he's teaching us. And he's teaching us. And he's teaching us. Shame. See, now, shame is not how the Lord wants to reach us. And he's teaching us. And God wants to reach us. You understand? That's not going to help anybody. It's not going to help anybody. We have to deal with what is wrong. Нам нужно разбираться с неправильными вещами. И мы должны любить людей. Престыживание людей не заставит их меняться. Right? Да. Потому Бог любит тебя. И если контролирующий фактор в вашей жизни это стыд, то вам нужно изменить свой образ мышления. Потому что не таким образом Бог относится к тебе. Можете ли вы увидеть Бога на небесах, который сидит там и смотрит на тебя, говорит, да плохая собака. Мы так себя чувствуем. И если вы так чувствуете, то это становится реальностью для вас. Понимаете? Если вы так чувствуете, то для вас это реальность. Так именно враг действует против нас. Исполнение, обвинение, стыд, вина. Видите? Так он действует против нас. Он говорит нам ложь о том, кем Бог есть. И если вы поверите неверным вещам, то вы будете чувствовать неправильность себя. Повторю это. Если у вас будет неправильная вера, неправильное верование, то вы будете иметь неправильное чувство. И часто мы думаем, что наши чувства — это Духа Святого. Видите? И мы думаем, что Бог так же само чувствует. И вам нужно иметь правильное верование по отношению к Богу. И как говорит Библия, мы стали праведностью Мессии в Боге. И Бог дает нам дар праведности. И если Он дал вам дар праведности, то вы не можете стать более праведными, даже более праведными, чем Ишуа есть. То есть, это то положение, которое мы занимаем в Боге. И когда вы принимаете дар праведности, и чувствуете себя в безопасности, уверенности, тогда Бог начнет вырабатывать праведность в нашем сердце. И я не буду выбрасывать фотоаппараты других людей в воду. Понимаете, о чем я говорю? Он начинает изменять наше сердце. И это не наше исполнение. Просто это настоящие перемены в сердце. Искренне я стал новым, другим человеком. И у нас другое отношение, у нас другой дух внутри. Это не список требований, которые я должен исполнить. Но я осознаю, что Бог меня любит. И поэтому у меня есть способность любить людей, безусловно. Ну, не всегда я так поступаю. Но я учусь этому. Понимаете? Потому что в одной ситуации я так поступаю, я так себя хорошо чувствую. Так как те мусульмане, с которыми я был тогда, я гарантирую вам, что у них возник вопрос, а что он вообще так себя по-другому ведет? Видите? Семя у них такое посеялось уже. И у вас должно быть правильное верование о Боге. Видите, я могу дать вам экзамен о том, кто такой Бог, и вы все сдадите этот экзамен. Но то, что вы верите в своем сердце, не только в своем уме, но как вы изменяете свои эмоции? Вы изменяете свой образ мышления. Видите? То, во что вы верите, влияет на то, как вы себя чувствуете. Если вы верите в неправильные вещи, то вы будете себя неправильно чувствовать. И поэтому вы скажете, «О, мои чувства — это реальность». Или же, «О, мои чувства — так есть, это факт». Это дерево. Мне все равно, что ты говоришь, это дерево. Ты не знаешь, что внутри меня — это дерево. Нет, это вода и пластик. То есть, даже если вы неправильно верите, все равно это не изменяет факт. Теперь я хочу нарисовать один рисунок. «О, мои чувства — так есть, мысли. Окей, thoughts. Эмоции, чувства. Эмоции. И поведение. Окей? Вы думаете о чем-то, затем вы будете чувствовать это. Вы чувствуете определенное что, и затем таким же образом вы будете себя вести. И большая часть учения в церкви, мы концентрируемся на поведении. Не делай то, не делай это. Ты должен сделать это. Весь список. Да? Приди в церковь, и мы тебе скажем, как себя вести надо. И каждую неделю приходите, еще больше узнаете, что нужно делать. Годы проходят, и вы слышите этот список. А затем мы перейдем к тому, чтобы... начни делать это, второй момент. А ну, давай, делай это. Ты так и не начал это сделать. Одно поведение, поведение, поведение. А как мы поведение изменяем? То, во что мы верим. Что мы верим в отношении Бога. Что мы думаем о себе, наше верование о себе. Помните, я говорил о стыде? Шэм говорит, что я не достоин Божьей любви, чтобы быть любимым. Почему? Потому что я себя плохо веду. Бошее поведение. Я плохая собака. И я знаю, что я плохая собака. Я даже есть специальная футболка для плохой собаки. И даже на моем пиджаке написано «плохая собака». И все плохие собаки в нашем городе носят плохие, такие кепки одинаковые. Вот мы вышли на улицу, все плохие собаки. Мы знаем, что мы плохие собаки. Мы просто безнадежны. Поэтому лучше просто остаемся плохими собаками. Так люди поступают. Если я веду себя плохо, вот что люди думают. У них неправильные мысли. Если я веду себя неправильно, значит, я должен быть неправильным, плохим. Если я делаю плохое, тогда я плохой человек, плохая личность. И затем дьявол использует людей. И люди вокруг ходят и говорят, «О, стыдно тебе должно быть! Позор! Плохая собака!» Вы заходите в автобус, и какая-то женщина смотрит на вас. «Плохая собака!» Вы видите это выражение на ее лице. «Я знаю, я плохая собака!» «Да знаю, знаю, я плохая собака!» Понимаете? Так это все работает. Потому люди контролируют стыдно. У них неправильная мысль. «Я плохой!» «Я чувствую себя плохо!» «А теперь я буду себя вести плохо!» «А как нам измениться?» «Нам нужно принять правильные мысли о Боге!» Бог говорит, «Я тебе дар даю!» «Дар праведности!» Библия называет это «одежды праведности!» «Ой, просто хорошо себя чувствуют одежды!» «Я очень хорошо выгляжу в ней!» «О, мои плохие собаки, мои друзья даже меня не узнают!» «Дар праведности!» Бог говорит, «Он делает нас праведными!» «Благодаря тому, что Ишуа сделал для нас!» «Что Иисус сделал для нас!» «Мы это не зарабатываем!» «Почему Он нам это дает?» «Потому что Он нас любит!» «Потому что Он хочет помочь нам!» «Он не хочет, чтобы мы пытались встретить какие-то требования выполнить!» «Он хочет, чтобы мы чувствовали безопасность у себя!» «И знали, что мы любимы!» «И это изменяет наше представление о самом себе!» «И изменяет наше представление о Боге!» «Оу, вау! Я, наверное, чего-то стою!» «Если Бог достаточно меня оценит, чтобы это сделать для меня, значит, во мне есть какая-то ценность!» «Если Иешуа умер за наши грехи, значит, в тебе есть какая-то ценность!» «Поскольку ты только один Ты, который был создан, и больше никогда такого не будет!» «Вот насколько ты ценен!» «И больше не будет еще одного Тебя!» «И это истинно для Бога, потому что для Него ты драгоценен!» «Но если мы думаем или чувствуем, что мы недостойны» «Если мы думаем, что мы такие низшие какие-то» «Мы думаем, потом чувствуем, что мы низшие, мы недостойны» «И мы также будем себя вести» «Видите, как это все происходит?» «Мы изменяем наш образ мышления» «Это изменяет наши мысли, а затем изменяет наше поведение» «Где это находится в Библии?» «Римлянам 12, стихи 1-2» «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваших жертву живую, святую, благоугодную, для разумного служения, и не сообразуйтесь с веком, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная» «Римлянна» «Д…. Продолжение следует...